Для этих десяти новоплачан сдача крови и ее компонентов уже привычное дело. Не первый раз каждый из них приходит на станцию переливания крови. Нынешний обязательно запомнится. В День донора крови их пришли поздравить и поблагодарить за вклад в спасение человеческих жизней представителей Красного Креста. Красный Крест постоянно поддерживает донорство. И у каждого донора выдана книжечка даже Красным Крестом. Поэтому мы ежегодно поддерживаем эту акцию, призываем спонсоров, чтобы могли мы как-то отметить наших доноров. В этом году у нас спонсор оказался Белхимпрофсоюз. Это было очень приятно для ребят. Это праздник. Чествование завершилось. Самое время отправляться на процедуру. Сегодня доноры проходят через донацию плазмы. Процесс этот не быстрый, но очень важный. Ведь плазма крови используется медиками для переливания при различных патологиях, при лечении нарушений свертываемости крови. У донору забирается кровь, центрифугируется и разделяется на компоненты. Кровь возвращается донору, а плазма замораживается, лежит на карантинном хранении у нас полгода. И потом после контрольных анализов выдается в отделение для лечения наших больных. В числе тех, кто пришел в день донора крови на плазма Ферес, и Андрей Раткевич. Старший мастер новополского ГУЧС не новичок в этом деле. Начинал с сдачи крови, теперь приходит и на донацию плазмы. Процедуры не боится и легко ее переносит. К донорству Андрей подходит основательно, придерживается диеты, а главное – сознательно. В первую очередь, что людям надо помогать, я считаю. Как говорится, благое дело делаем. Но когда еще, как говорится, материально, то за это тоже немалую роль играют. Но в первую очередь хочется считать, что это где-то кому-то что-то поможет. В среднем за год на новополской станции переливания крови производится порядка трех тысяч донаций крови и около тысячи плазмы. В прошлом году свыше 400 доноров сдали эти компоненты безвозмездно. В этом году более 180 человек. Доноры всегда нужны, потому что на сегодняшний день не изобретено препаратов, которые могут заменить донорскую кровь. В среднем мы заготавливаем более двух тысяч сот литров цельной крови в год. То есть этот компонент, что касается R-массы или плазмы, они всегда востребованы для наших больных. К слову, в ближайшее время стоит ожидать новации в законе о донорстве крови и ее компонентах. В Палату представителей внесен законопроект с новеллой о том, чтобы сделать донорство крови безвозмездным. Как объясняют специалисты, такое донорство соответствует международной практике и не означает бесплатное. Ведь сдающим кровь компенсируются отдельные затраты, например, на питание для восстановления после процедуры. Анна Ободова, Сергей Золынский, Телеканал «Звезда».